Здравствуйте, дорогие друзья! Наша недельная голова Эйкев, я Эйкев Тишмилу, и рассказывает оно о благословениях, что если мы пойдем по законам Всевышнего, Маша говорит иерийскому народу, если вы пойдете так, как я вас прошу, будете вести себя как положено, то у вас будут многие-многие благословения. И благословения там вещественное множество, мы об этом тоже поговорим. Одно из благословений в Аи так самое, и ты будешь постоянно счастлив, постоянно рад. И другой стороны пишется, и войдешь ты в землю Израиля, это как бы пророчески так же написано, и войдешь, получишь дома, которые ты не строил, и будет там очень много благословений. И забудешь ты Всевышнего своего, да, Бога твоего, и тогда начнутся проклятия, потому что ты забыл Всевышнего, и начнешь говорить, что моя рука привела ко всему этому благосостоянию, то есть сила моей руки привела ко всему благословению, что есть у меня. И забудешь ты эти слова, то есть, которые я тебе говорю сегодня, и забудешь, что это Всевышний, который дает тебе силы, что Бог, который дает тебе силы. И это выйдет у тебя из головы. Чтобы это не вышло у тебя из головы, каждый раз Всевышний требует и напоминает нам, чтобы мы не забывали о том, что Он тот, кто нам это все дал. И, как объясняет Алтаребе, да, что основная причина, да, по которой человек начинает грешить, это то, что он забывает. И об этом мы поговорим подробно, о двух вещах. Что такое быть по-настоящему радостным в жизни, и что такое действительно, не дай Бог, забыть о Всевышнем, и прийти к тому, что сказать, это сила моей руки все это мне сделала. И мы коснемся сейчас одной важной темы, что такое богатство. Какого человека можно назвать богатым? Понятно, что есть очень важная фраза, которая говорит наша Тора. Кто по-настоящему богат? Тот, кто доволен своему делу. Это красивые слова, но можем ли мы быть довольны своему делу? И что нам нужно, чтобы быть довольны своему делу? Действительно, чтобы быть по-настоящему богатым, Тора говорит нам, что нужно быть довольным своему делу. Потому что человек доволен своему делу. Ну, что значит доволен своему делу? Еще раз мы возвращаемся к этому вопросу. Есть два человека. Есть человек, который живет, у него есть зарплата, у него все есть. Он доволен своему делу, ему все нравится. То есть он по-настоящему богат. У него есть жена, у него есть семья, у него есть все. Этот человек действительно богат. С другой стороны, как бы нам много чего не хватает, потому что мы люди, нам нужны разные вещи, которые мы хотим тоже, чтобы они у нас были. И поэтому, если мы не достигли такой точки, то мы не можем назвать себя богатым. Это очень интересно. Тогда мы можем взять богатого человека, у которого там яхты, дома и все остальное. И он тоже может быть несчастлив, он недоволен своему делу. Что значит, что он недоволен своему делу? О, у меня там пришло одновременно, 4 домоработницы сказали, подними зарплату. У меня там не принес бизнес такой дохода, у меня не пришло то-то, не пришло то-то, у меня там машина новая, там дорогой ремонт. Вот, я тоже недоволен своему делу. То есть как бы, я вообще не знаю, как я закончу месяц, с чего я буду заканчивать месяц. У меня такие большие расходы, да. То есть, как говорят в Одессе, две большие разницы. Или человек, который действительно, он смог купить все, что нужно для зарплаты, там все, что ему нужно. Помните, как в этом анекдоте, да, когда один из серьезных бизнесменов, как в том анекдоте, да, когда человек, ему сказали, что если он поедет в стене плача и там помолится, то выполнятся все его желания. Он большой бизнесмен, у него большая сделка. Он приезжает в стене плача и начинает молиться, начинает просить. И тут он слышит, что рядом какой-то еврей просит Всевышний, дай мне возможность где-то найти 300 шекелей, чтобы оплатить счет за свет. Тогда этот бизнесмен вытягивает 300 шекелей, дает этому нищему и говорит, иди не отвлекай Бога от серьезных вещей. Да, то есть у каждого свои заботы, у каждого свои задачи. У кому-то миллион долларов, которые приходят в течение года, там, это вообще мало, потому что он не справляется, ему не хватает содержать свои яхты, свои самолеты. Знаете, сколько стоит содержать частный самолет? Это безумные деньги, да, что легче летать, арендовать чартер, чем содержать частный самолет. Да, то есть только богатые люди себе могут позволить. И человеку кажется, каждому человеку иногда кажется, что вот-вот-вот, чтобы он был счастлив, ему нужно сделать только маленькую вещь. Вот я заработаю вот это, я буду счастлив. Вот я заработаю вот это, я буду счастлив. Вот еще чуть-чуть пройдет, я буду счастлив. И поэтому, как бы по-настоящему, чтобы быть счастливым человеком, ему нужно по-настоящему радоваться своему делу, потому что он может действительно закончить месяц и все остальное. Но как же достигнуть такого результата, что ты радуешься Всевышнему? А для того, чтобы такой результат у тебя был, ты должен был уверен, что Всевышний тебе даст все, что тебе необходимо. И для этого ты должен это понимать и осознавать. И поэтому, как бы то, что Тора говорит, что когда ты придешь, ты будешь все время помнить, что ты достиг такого уровня благодаря кому? Благодаря Всевышнему. И если ты постоянно об этом будешь помнить, то тогда у тебя все должно быть хорошо. Кстати, очень интересная вещь. Я всегда напоминаю всем один и тот же анекдот. То есть, когда к раввину пришел еврей и говорит, Рэбе, у меня очень плохие дела, очень плохо пошли дела в бизнесе. Вот. Тогда он ему говорит, возьми на магазине, повесь табличку, что так будет не всегда. Он повесил табличку, что так будет не всегда. Вот. И дела начали улучшаться. И тут он говорит, приходит давать к Рэбе, говорит, все, Рэбе, все, дела пошли хорошо. Можно ли снимать табличку? Рэбе говорит, нет, табличку снимать нельзя. Что значит табличку снимать нельзя? Потому что табличка всегда напоминание, что так будет не всегда. Все зависит от Всевышнего. Что значит, так будет не всегда? Именно когда ты знаешь, что так будет не всегда, именно действительно это способствует, что так будет действительно всегда, по крайней мере, так будет часто. И поэтому именно такое ощущение, что все, что дает Бог, оно и есть, оно и дает тебе уверенность и счастье, и радость. У тебя сегодня был хороший день, ты проснулся, ты пошел, у тебя есть что кушать. Человек счастлив. На самом деле, в чем разница между миллионером, чтобы, дай Бог, все были миллионеры, мы об этом расскажем, и между простым человеком, у которого есть все необходимое, по большому счету никакое. Если человек действительно, у него есть машина, и у него есть на чем ездить, ему не важно, какая машина, то он тоже как человек, который ездит на шикарном Мерседесе. То есть он доволен своей судьбой, его устраивает, он нормально. Это очень большая вещь, когда человек все устраивает, дай Бог, чтобы мы могли достигать такого уровня, когда мы довольны были своей судьбой. Но с другой стороны, мы должны точно знать, что мы не можем толком быть довольны своей судьбой, потому что есть понятие быть довольным, и есть понятие быть достаточным. То есть доволен и достаточен. То есть тут есть два разных интересных понятия, которые мы сейчас постараемся разобрать. У любавического рэба есть очень интересная фраза, когда его спросили, он сказал, я самер, то есть я доволен своей судьбой, то есть я рад, но я никогда недостаточен. Что значит недостаточен? То есть у меня есть цели. Он сказал это на английском, я не помню эту точную фразу, он сказал, да, я доволен, но у меня есть еще к чему стремиться. То есть у меня есть цель, то есть человек не видит то, что с другой стороны, если человек будет постоянно только доволен, что у него есть, и не будет стремиться к большему, да, то это тоже очень неправильно, потому что Всевышний хочет ему дать гораздо больше, и это ему нужно. Но он это не делает, значит, да, он как бы с одной стороны он доволен, да, с другой стороны он должен стремиться к цели. И поэтому рэба всегда говорит, я рад, я доволен, что у меня есть, но я никогда не самодостаточен. О чем это говорит? Это говорит о том, что, как примеру, что рэба всегда любавически приводил очень важную фразу. Он говорит, когда у человека есть 100, он хочет 200. Когда есть 200, он хочет 300. Именно поэтому это природа человека. Всевышний нас не просто так поставил в этот мир, не просто так нам дал возможность заниматься с материальным миром, для того, чтобы мы стали богаче, двигались и этот мир поднимали к святости. И один из примеров, который хотелось приводить, это известный пример, что одного из рэба был богат в городе, и богатый человек в городе. И рэба всегда у него, он был хасидом рэба, и рэба у него всегда останавливался. И он у него останавливался, все было хорошо, и как бы хасид был доволен. Он весь год готовился к этой встрече, и у него хватало денег, все, и закупок, и все. И однажды рэба ему вдруг говорит, сообщает, что если он хочет, чтобы рэба у него остался в костях, то ему нужно дать рэбе очень большую сумму денег. По тем временам это было очень громаднейшая сумма денег. И он в шоке, он не может понять, как это так, что рэба, который относится к деньгам не так, как он предоставлял себе, вдруг требует от него деньги, для того, чтобы он провел у него шаббат. И когда он приезжает в город, у этого человека нет денег, он ему говорит еще страшную вещь. Рэба просил передать, что если ты не принес эту сумму, ты не можешь его увидеть. Ты не можешь прийти в шаббат, чтобы его увидеть. То есть страшная такая вещь. Ты не можешь прийти в шаббат, чтобы увидеть этого человека, этого рэба. То есть хасид всю жизнь живет тем, что он видит рэба. Хасид всю жизнь живет рэба. И тут рэба говорит, что ты не можешь меня увидеть, чтобы его встретить. И хасид знает, вот рыба рядом счастье рядом а он не может его увидеть его счастья рядом хасид должен хочет увидеть рыбы не может он очень страшном шоке в очень страшном расстройстве для него это самое страшное что может быть ну и как только это все закончилось хотите начал вымаливать и всевышнего больших денег он начал просить чтобы всевышний позволил ему чтобы он увидел опять рыба то без этого не может увидеть рыбы и тут когда случилось такое чудо что останавливаюсь там это полк там какая-то была касса и это касса осталось то есть касса полка стал короче какая-то сумма денег оказалось что у него осталось в его доме потому что кто-то расквартировался это отдельная история не будут даваться в подробности короче пришел так чтобы у него оказались деньги он с этими деньгами кроме говорит рыбы вот я эти деньги остались я не знаю могу ли я полахе их брать рыбы горит можешь потому что вещь которая такой остается там это отдельная тоже история и он говорит ему можешь пользоваться этими деньгами он говорит вот рыба пожалуйста это вам то что я то что вы просили рыба горбите деньги не надо он где тогда зачем рыба все это просил потому что я знал что всевышний приготовил для тебя большую-большую-большую порноса то есть он дал 2 хочет у тебя есть большое благословение сверху что ты можешь разбокатить но ты не захотел это ты человек который доволен своей судьбой тебе все устраивает тебе все хорошо зачем тебе эти деньги и я понял что если ты не будешь просить у всевышнего этих денег да и не захочет и всевышнего не даст этих денег и поэтому я сделал все возможное чтобы ты да действительно захотел просить денег а что ты захотел просить денег мне пришлось сделать вот такую вот вещь и дохать и тогда понятно очень обрадовался все то есть как мы говорим что можно быть довольным да но нельзя быть что то есть достаточно человек всегда должен двигаться вперед но при этом оставаться довольным тем что у него есть потому что иначе мы никогда не будем довольны мы увидим что у кого-то появилась новая машина или там новый телефон который намного удобнее все то есть как бы я не могу то есть у меня старым неволме вот он уже плохо работает его от ошибся и вторая вещь которая очень важная при чем здесь мы говорим в забывании например всего особо и говорит не забудь я тебя вывел из эгипта каждый день по три раза мы говорим всевышний который был у нас из и гибта каждый день по 3 раза для спала лишь того что вот мы молились и рассказывали что всевышний нас вывел из египта только сказали это закончили молитвой опять говорится вывел из египта и все остальное на то есть все semaine거든요 помнишь Què тебе сделал помнишь parle тебе сделал каждый раз на и нам кажется это неуместным представьте себе историю да вот вам ваши родители на свадьбу там дают там 100 тысяч долларов до покупает квартиру и представьте себе если каждый день теперь мама будет приходить и говорит а помнишь я тебе сделал а помнишь я тебе сделал не забудь что я тебе сделала а помнишь на тебе сделать и не забыл что это сделал конечно тогда человек начнет лет сбэн как говорится то есть он уже не будет рады потому что да и мы сделали эти постоянные напоминания него как бы могут мешать там в лету это ненормально конечно мы помним да и тут отвечает на этот вопрос почему всевышний требует что помнить он требует что помнить не потому что он хочет нам сказать ты помнишь чтобы у тебя было не память о которой мы говорим вспоминали а память в сердце да что значит парень в сердце что помнить можно разным можно чтобы у тебя в сердце всегда оставалась постоянная связь со всевышним до чтобы в сердце ты никогда никогда не зачем нужно чтобы было память в сердце чтобы у нас была постоянная связь со всевышним память сердце постоянно помнить постоянно связь всевышним и постоянно напоминаем что у нас постоянно свяжем всевышним каждый раз когда мы говорим благословение до еды мы говорим благословен всевышний давший благословен всевышний сотворивший Потому что при таком ощущении Человек не будет грешить Когда человек постоянно понимает, что все от Бога Это понимание, это и есть память Не то, что ты помнишь Мы знаем, да, но вывел нас из Египта, мы это знаем Но когда у тебя постоянно есть ощущение Это называется особое ощущение Чувство Поэтому мы говорим, что сердце это чувство Есть понятие мозг То есть мозг мы знаем Нам не надо, может, много раз напоминать Мы знаем, кто нас вывел из Египта Мы знаем, кто мы, мы знаем, что мы евреи Но для того, чтобы это ощущение было в сердце Нам надо постоянно об этом думать Постоянно об этом размышлять Один из пример Человек едет за рулем Если вот так, как я веду урок Если в Израиле, вот такой урок вести Или за рулем, то есть придет такой штраф Что мало не покажется, как говорится То есть и тем не менее Человек, получив этот штраф Первое время, что он думает Блин, все, блин, больше никогда Больше никогда я не коснусь То есть этого телефона мне надо заплатить Столько этих денег Оно того стоило Стоило это вот Или он заключает GPS Или он написал смс-ку Оно того стоило, чтобы я это сделал Чтобы я получил такой штраф Нет, какое-то время проходит Что происходит с человеком Человек обратно Начинает заниматься тем же самым Да, то есть большинство людей То же самое, которое происходит Не дай бог Человек попал в автокатастрофу Не дай бог И остался живой Выходит он говорит Блин, это все Я там больше скорости никогда не превышу Больше не пойду Это вот Или человек остановили там Штраф за превышение скорости Там все Он говорит, я больше это делать не буду Проходит какое-то время И обыденность нашей жизни Позволяет сердцу забыть Мы никогда не забудем это мозгом Но сердце забывает В тот момент, когда у нас есть ощущение Забыв сердце В тот момент у нас начинается проблема И это то, что Всевышний говорит Это то, что Маше говорит Не забудь то, что Всевышний тебе сделал Он это его творение всей жизни Он был еврейский народ из Египта То есть довел его до земли Израиля И он хочет, чтобы было правильное завершение Чтобы это продолжалось Чтобы у тебя в сердце было постоянное ощущение Если у тебя будет в сердце постоянное ощущение То тогда действительно Благодаря этому ощущению Ты останешься верным Всевышнему И никогда не придешь к тому, что Мои руки это сделали И здесь мы видим большая вещь Что человеческое Я приводит ко всем грехам Когда человек Мы уже об этом говорили не один урок А седут это объясняет Что гордыня человека Уверенность, что мои руки это сделали Приводит ко всем делам Здесь я хотел привести маленькую историю Я приводил еще на предыдущих уроках Но тем не менее расскажу Когда предыдущий ребер занимался Было первое дело врачей То есть не то дело врачей, о котором мы знаем А дело врачей, когда евреи были в черте оседлости Им запрещалось посещать центральные города Только если у них есть дипломы какие-то Ну, например, диплом врачей И купили дипломы зубных техников Очень многие евреи купили дипломы Тогда удалось купить Для того, чтобы заниматься бизнесом Потому что царская Россия Издевалась над нами конкретно И придумала всякие ограничения Только чтобы мы не пошли туда И тогда, когда еврейский народ Многие бизнесмены начали Такие бизнесмены, купцы Начали это делать Вот, как-то получилось Что кому-то заболел зуб Кому-то заболел зуб И никто не смог помочь ему Да, потому что не оказалось специалиста То есть среди всей еврейской компании Не было, которые имели дипломы зубных техников Не было специалиста Вот, и тогда поднялся страшный скандал Да, и чуть ли там не судебное дело Там и разбирательство И понятно, что это могло закончиться Выражением антисемитизма Который был у них всегда То есть главное найти повод Повод был, чтобы это перешло погром И все, еврейское лобби Начало думать, что мы будем делать Оно вызвало всех там Сделало собрание На это собрание приехал Рэбе Раяц, по-моему Рэбе Рашаб даже Рашааб или Рэбе Раяц Не помню Скажем так, приехал Рэбе на это собрание И вот Рэбе приезжает на это собрание И тут начинает говорить Как могли наши вот врачи Наши евреи такое сделать Теперь мы подставляем опасность Теперь скажет, знаете, самая любимая Боязнь нашего еврея Теперь об всех евреях так скажут То есть и он пытается Теперь будут говорить о всех евреях И тут начали не смеяться Вот что у нас такая необразованность Среди еврейского населения Вот там одна женщина всех называла Мусью вместо месье Там и все остальное И все начали дружно смеяться Тут вышел Рэбе И посмотрел на всех Лицо его побагренело Потом побледнело Потом опять стало нормально Думали, сейчас начнет кричать И тут он начал говорить Таким спокойным языком Он говорит, вы смеетесь над еврейским народом? Да, вы смеетесь над нашим еврейским народом? Говорит, а что, как вы стали таким, кем вы стали? И он начал перечислять каждого человека Если бы ты в тот момент Тебя не встретил такой-то барон Ты бы остался кем бы ты остался Если бы ты не сделал то-то То Рэбе показал конкретные точки За счет чего эти евреи поднялись И стали на высоте Что на самом деле Если бы с ними не случилось Какое-то маленькое действие Они бы не оказались там, где они не оказались То есть, что все это Всевышний продумал Все это Всевышний для них сделал Чтобы они оказались именно на такой высоте На ком уровне, где они оказались Да И потом он спустился и сказал Говорит, что, слушайте А что мы сделали преступного? Что эти евреи сделали преступного? В том, что они сводили нули с нулями В своих кабинетах Он говорит, врачебное дело Можно было и позабыть Да, он говорит Врачебное дело можно было и позабыть А наши еврейские адвокаты И наши еврейские деньги Должны помочь сделать так Чтобы это было доказано Потому что, если зайдет дело до суда То это обернется погромами Им ненависть надо было вывести И то же самое здесь Что есть переходная точка Есть момент Когда человек вдруг богатеет Когда у человека все хорошо Он начинает забывать в сердце, кто это сделал Начинает вести себя как не положено И еще очень важная вещь Которая говорится в нашей недельной главе Этим я хотел закончить, дорогие евреи Что пишется, что Если ты будешь слушаться моих законов То убоятся тебя все И увидят, что имя Всевышнего Наречено на тебе Этот филин, который мы одеваем Мимо Всевышнего Наречено на тебе И когда мы себя будем вести Нам нечего бояться И поэтому Всевышний говорит Помни, что я тебе сделал Что значит помни, что я тебе сделал Есть еще одна вещь, которая говорит помни Это не только, что ты не забывал А то есть точно так же, как я тебе это сделал Не волнуйся за сегодняшний день Вот вам пример Ты идешь что-то Видишь какую-то трудность И ты боишься, что завтра тебе не будет что кушать Ты не знаешь, как закончить бизнес И все остальное Тут помни, что Всевышний тебе сделал Почему помни, что Всевышний тебя сделал Потому что пойми, как он вывел тебя тогда из Египта Как он дал тебе это все Так он даст тебе и завтрашний день Дай Бог, чтобы действительно все видели Что имя Всевышнего налечено на каждом из евреев Чтобы каждый еврей вел себя достойно И мы прославляли имя Всевышнего Спасибо за урок За внимание Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому